Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, а это мой любимый муж, Слава Басилл. Ну, вообще, я тоже Басилл по документам, но... Ну, все знают. Кому надо, тот знает. Всем привет! Да, мы на новой волне, у нас новая реакция. Сегодня мы будем смотреть Юлины видосы старые. Продолжаем это делать. У нас уже трилогия. У нас трилогия. Кто не видел, переходите в предыдущие, смотрите. Мы там смотрим Юлечку маленькую в Лондоне. Да, в Лондоне вообще старые видео. Мы сегодня, кстати, что будем смотреть? Лондон, у нас продолжается трилогия Лондона. Люди требуют зрелищ. Зачет. И как там еще говорят? Зрелищ и чего? Хлеба и зрелищ. Посмотрим. Кулачками? Давай наш фирменный, типа мы так как-то идем. Короче, я захожу такая на свой канал, вижу тут видео 5 минут, думаю, это че? Смотрите, 5 минут. Может, 5 часов видео? Не-е-е. Какие? Какие-то и 5 часов. Я поднимаюсь в небытие. 4,59. Ну ладно, посмотрим, ну как бы чуть-чуть. Ну конечно, почему бы... Не знаю, что вообще там ничего не видно, у нас тут все заставлено максимально, вы бы видели. Ну ладно. Но вам не видно. Конечно, конечно. Качество на максималку есть. Да, ты думаешь, там что, сильно выше можно? Ладно, погнали смотреть. Посмотрим, что там. Будем смотреть, значит. Смотреть любите, кстати? Ну погнали уже. Итак. Обычный мой день. Фекалии, конечно же, я сниму. Я так помню. Всем привет, сегодня 3 июля. И сегодня мы посетили Тауэр Бридж. Это очень-очень красивый мост. Он очень большой. И его разводят вроде как 3 раза в день, если я не ошибаюсь. И вы даже можете посмотреть, как его разводили. Его 3 раза в день разводят на бабки. Кстати, мы поднимались туда. Экскурсия у нас такая была. Там что-то скучная, типа история про этот мост. Блин, я бы с удовольствием поднялся. Ну там, типа, где-то, по-моему, даже что-то необычненькое такое было. Во-первых, я обожаю этот мост. Сам по себе это, как бы, это понятно. Это историческая часть Лондона. И там много всего, всяких историй. Я бы с удовольствием туда поднялся, если бы я был на этом месте. Ну, ты, надеюсь, сняла? Не знаю, посмотрим сейчас. Ну, посмотрим вообще. Видели, это было очень-очень красиво и очень круто. Я убыстрила, поэтому тут все очень быстро, потому что его разводили немножко медленно. Хотя, в принципе, нормально. Поехали на Пикадилли-серкус. Я не понимаю, почему такой короткий и отстойный влог. Я думаю, что может быть... Пять минут, я вообще в шоке. Так снимают просто... Пять минут, это по нашим меркам, это просто секунда. Это просто беспонтовость какая-то. Это шик. Да, чтобы вы понимали, кто вдруг впервые на моем канале. У меня влоги там по часу, по час тридцать. Ну, минимум, это сорок минут. А на моем канале реакции по три часа. Поэтому заходите, смотрите, если не видели. Да-да-да, мы, кстати, сейчас будем снимать реакцию. Вообще, закачайтесь. Да, кстати, да. На канал Кославя. Так что переходите по ссылке, смотрите. Девочка в описании будет. Я тоже так могу. Привет, пацаны. Короче, я купила кучу всего. Купила себе толстовку. О, зато я попела. О, лондон, сучки. Пайдер-мен, hello. I love you. I love you too. Ой. Ой. О, меня любят тёлки. Я ещё не знаю, что им сказать. Кстати, между прочим, в кино вышел новый. Слышь, мне как будто заплатили. Я прям и в летсплее. Я и в летсплее говорю, типа, у меня там просто такая штучка есть, типа, я летать могу. Я говорю, я как в спайдер-мен. Человек, кстати, в кино вышел. И тут такая, типа, о, человек, кстати, в кино вышел. Нативочка подлетела. Подождите, где мои гонорары? Чё-то я бесплатно рекламирую. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, Марвел нас увидит обязательно. Так мясно. Бай-бай. До свидания. До свидания. До свидания. Сейчас, давайте прокатим. Конечно, они все знают русский. Они просто придуриваются, что они не знают нашего языка. Я уверен, 90% населения всего мира в принципе в курсе, как сказать привет, до свидания, матрешка, водка. И пошел. Славе говорю перед тем, как сесть. Давай не ругаться матом, чтобы монтаж был максимально легкий. Доставил мне кучу удовольствия, чтобы не было затруднительных моментов. И чтобы он вышел как можно скорее. Слава сказал, да. Я, кстати, согласен. Когда реакцию будем снимать, то же самое сделаем, чтобы быстро смонтировать, чтобы не вырезать мат, не запикивать. Просто 10 минут даже, сука, не прошло. Пошла. Ну ладно, ладно, мы тебе это прощаем. Спасибо. Вместе с Гарри. Гарри, ты хочешь покататься? Да, я хочу покататься. Потом мы поехали домой на автобусе, и мы приезжали Лондон-Ай. Ночью он невероятно красивый. И вообще тут очень красиво. Какой-то капюшон у маяков странный. Вай-вай-вай. Вот так красиво. Вот такой лицик. Это шприг ванной твою. Так, подлез ко мне. Вот. Я фото, все, он ко мне лезет. Смотрите, ребята. Вот как тут. Субтитры для Таши. Было странно, если бы вы пели какую-нибудь другую песню в Лондоне, в Англии и за день рождения. А какую еще можно петь? С днем рождения! Тын-тын-тын! Любви на голову, кружение! У меня все девчонки, у меня была съемка, и мы фоткались к днюхе моей, которая скоро будет. И они включали песню эту. Или не эту? А какие еще есть песни? Только если выдуманные с собой же в этот же момент, типа, днюхай тебя, товарищ! Поздравляю тебя, любимый! Чтобы все у тебя срослось и в работе, и в личной жизни! Вот это только так. А что ты еще хотела? Классный трек. 4 июля мы посетили The Science Museum. Итак, я сейчас захожусь в музее всяких научных исследований, всяких вообще. И тут мы зашли в магаз, мы только пришли, и сразу нас занесло в магаз, каким-то образом. Вот. Я уверена, здесь должны быть всякие прикольные штучки. Короче, мы сели в столовку здесь, ну, купили сами себе поесть, для дыню и виноград, потому что я ничего не ела. А что по авторским правам? Тогда-то в каком это году? Так это музыка какая-то. Я же не стала тоже авторские, 14-й. В 2014-м, наверное, YouTube не так, короче, это... Вообще да, да, на самом деле YouTube не так сильно выучил за авторские по музыке, и мне до сих пор, по сей день, приходят на старые, какие-то очень старые видосы. Типа, уезжал об авторские права. Я думаю, да забирай, слышь, я пять лет назад с него уже заработала, даже больше. А у меня вчера в Инстаграме пришла, типа, жалоба на авторские права, которые принадлежат мне. Так напиши на лейбл свой, типа, ребят, это я. Ну, я просто не знаю, там было вообще от другого имени, очень странно. Как? На «Ты меня раньше поцелуями» песню, и я, типа, в Инстаграм такой, типа, можно подать апелляцию. Ну, я подал апелляцию, типа, вообще-то, как бы, это моя вся история, почему бы это. Ну, вот я говорю, сейчас с каждым годом всё строжее, всё строжее, строжее в интернете. Теперь просто так нельзя, там, что-то скачивать, загружать и так далее. За всё надо платить денежку. И, с одной стороны, это, конечно, правильно, правильно. Потому что вот эта вот безнаказанность в нулевых, которая была, она не всех устраивала. Поэтому вот, если вы что-то качаете, скачиваете, следите за тем, чтобы соблюдались авторские права. Если нет, то просто возьмите и купите официально. Поддержите того, кто это делает, если вы этим пользуетесь. Ну, да. Надо, нет, надо воспитывать, это культура. Культура потребления, я бы так назвал. Просто Карина мне сказала такую хорошую вещь, я просто, ну, все же всегда пытаются где-то что-то, ну, знаешь, сэкономить, типа не переплачивать, там, скачать нелегально в духе. И это как бы тоже можно понять. Но вот Карина мне как-то сказала то, что если ей нравится артист и нравится очень сильно песня у артиста, она специально берёт и заходит и покупает её. Ну, сколько там, 20 рублей, типа, стоит. Она говорит, типа, то, что она хочет, чтобы, ну, как бы так, наградить не только тем, что она прослушала, и так артист заработает с этим, например, с её прослушанием, но, типа, для неё важно то, что она поддерживает своего любимого исполнителя, несмотря на то, что это, может быть, допустим, The Weeknd, у которого и так там куча, да? Ну, конечно, конечно, я тоже покупаю. Я думаю тоже, что это правильно. Нет, я тоже покупаю, это, во-первых, это поддержка, во-вторых, это просто факт того, что мне это реально понравилось. Не просто так, типа, из разряда, я просто слушаю, потому что прикольно, а я прям купил, значит, это, сука, круто! Ну, да, да, нет, я думаю, что покупать надо в том случае, если реально прям очень нравится, песню любишь. Ну, в любом случае. Хотя по подписке можно её все слушать, типа, в духе. Ну, это такое чисто вот отношение поддержать. Стриминговые сервисы, кстати, я вот недавно статью прочитал про стриминговые сервисы, как они развивают, во-первых, да, они дали пользователям возможность безграничного прослушивания и потребления информации и продуктов, но вместе с тем стриминги убивают, короче, возможность что-то новое для себя услышать, потому что их алгоритмы, типа, показывают только то, что ты любишь, только то, что ты, типа, лайкаешь. Они не могут, они, короче, не предоставляют тебе каких-то радикальных материалов, продуктов. Ну, то есть, ты слушаешь, например, джаз, лайкаешь только джаз, тебе стриминговый сервис подкидывает, естественно, только джаз. А если, ну, например, ты бы хотела выйти из этой зоны комфорта, да, послушать что-нибудь интересное. И тоже понять можно. Я не, я просто говорю, что именно стриминговые сервисы, кроме, там, положительных сторон, имеют ещё кучу отрицательных. Ну, конкретно в этой ситуации, которую ты описываешь, стриминговый сервис, у нас сейчас реклама какая-то должна начаться, знаешь, тоже, я постоянно угораю. Вот конкретно в этой ситуации стриминговый сервис, он чем хорош? Ла-ла-ла, и посылки в описании. А ссылка, да? Конечно, конечно, она всегда так. Яндекс.Музыка, да? Я хотела сказать не это, я хотела сказать, что если бы я, например, любила только джаз, и вдруг мне стриминговый сервис начинает предлагать попсу или ещё что-то, я буду негодовать, потому что зачем ты мне даёшь то, что я не люблю, что не видишь то, что я лайкаю? То есть, стриминговые сервисы стараются держать тебя в зоне внимания, чтобы ты всегда был на сайте, грубо говоря, ты всегда был онлайн. А если они тебе предложат, там, ты слушаешь джаз, они тебе предложат металлику, там, или, там, что-нибудь вообще альтернативное, ужасное, то ты просто скажешь, вы что, дебилы, типа, и как бы свалят. Но при этом, что самое интересное, пока ты не выйдешь из зоны комфорта, ты ничего нового не полюбишь. Ну, человек должен сам выйти из неё, а не стриминговый сервис. Да, да, но стриминговый сервис должен тебе предлагать это, типа... Да, но тогда я буду негодовать, типа, на кой чёрт ты мне предлагаешь? Понимаешь, тут ситуация палка двух концов. Здесь закрученные, да. Только если он раз в месяц предлагает, например, а вы, знаешь, так, уведомление, а вы не хотите попробовать послушать что-то ещё, кроме ссаного джаза? Не, я не говорю, что джаз плохой, ну, я, например, его не слушаю, могу чуть-чуть, иногда, ну, так, случайно. Ну, допустим, просто, да, типа, не надоело ли тебе слушать джаз? Правильно, кстати, правильно. Раз в месяц, например. Хорошая мысль, да, вот как-то подавать это... Да, аккуратно, чтобы не напрягало. А я такая, типа, нет, свернуть нафиг, не хочу. Потому что, ну, они тебе будут предлагать только то, что ты лайкаешь, типа, и всё в таком ключе. Но ты не выйдешь за пределы какого-то жанра плюс-минус. Ну, это как бы... Просто навязчивость тоже плохо. Вот какие-нибудь там банки любят позвонить. А чё это вы не воспользовались, Катя? А чё это вам? А чё это вы деньги? Это всё борьба, всё борьба за ваше внимание. Всё борьба за ваше... Все меня хотят. Чтобы саккумулировать ваше внимание на себе и продать вам какой-нибудь продукт. Все клиники Москвы каждый день мне звонят, говорят, а не хотите к стоматологии? Кстати, для жителей Москвы бесплатно. А не хотите, а не хотите. Думаю, как ты надоела мне. Ну, ладно, смотрим дальше. У нас тут влог такой длинный, подожди. Всего их две минуты нам оставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А чё там смешного? Ну, не знаю. Что смешно? Мне же не пятнадцать. Мне пятнадцать. Видели, видели? Русы, но вы короче. Да ладно. Просто смешно нам, там, подросткам, видимо, от того, что мы пришли в музей. И тут типа х** есть жизнь. Ну, смешно, правда. Почему вы? А чё такой маленький? А поэтому он и живет в музее, понимаешь? Просто таких в мире больше нету. Он один такой. Какой-то второй этаж. Чё-то тут непонятное, чё надо дырить. А, это видео? Ну ладно. И о небо. Мы приехали на Би. И здесь, короче... Так клёво! Чё, дома сейчас? Итак, ребят, у меня вообще нехорошие новости. Я отпросилась с урока, потому что я заболела. Прикиньте, у меня насморк, у меня голос даже пропал. Пока я молчала, сидела на уроке, и у меня даже изниможение, мне так хреново. Помню, как я отпрашивалась с урока. Я сижу, думаю, блин, как же мне сказать, что я болею. А реально болела? Да. Не придумала? Нет, ты чё, мне реально болела. Я же тебе рассказала, что я одну неделю, короче, заболела, а мы с нашей командой, скажем так, учениками, каждую субботу ездили в другой город. Я, короче, пропустила один город. Я очень расстроилась. Куда-то ты в этот, в институт, да, в Оксфорд или чё? Да, 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 в Оксфорд они ездили, а я такая, типа, блин, я так туда ходила, я же даже толстовку купила, типа, Оксфорд, типа, я училась в институте. Не, я реально заболела. Я помню, мне кто-то сказал там, типа, то, что надо сказать, типа, I am sick. I am sick. Я просто представляю, как это выглядело. Да, да, да. Sorry, I am sick. Да, да, это так и выглядело. И все такие, ааа, pum-pum-pum. А чё, pum-pum-pum, ничего. Мне чё-то сказали, типа, окей, иди. Да не, ну это ж не времена коронавируса, это чё, там вообще пофиг. Тогда было всем пофиг, это сейчас, если ты закашляешь просто, потому что слюной поперкнулся. Времена такие, да, времена меняются. Ну и, ну, не, нехорошо, конечно, но зато люди начали больше беспокоиться за своё здоровье и больше переживать. Кстати, вот в Китае и в азиатских странах уже давным-давно, уже десятилетия, они все так и живут. Это мы начали жить так только сейчас. Ну, то есть, типа, это мы вот сейчас никуда не выходим. Потому что нас заставило жизнь так жить, а до этого всё было типа чики-пуки. Да, да, да. А у них-то там, наверное, и не было чики-пуки, поэтому они напрягиваются. А у них вот эта вот жесть там с воздухом природным, там, с вирусами, они же там на один метр населения, там, столько их... Вообще пипец. Да. Не просто... Подобрать пытаюсь слова без мата. Ну, это сложно. Ну, иногда да. Привет, друзья, сегодня пятая, сегодня суббота, я не снимаю своё лицо, потому что я заболел. Мы когда были в Лондоне, привет последний раз, нет, не последний, а привет последний, да, мы случайно гуляли и попали на эту улицу, представляете? И мы гуляем, Юля такая говорит, что-то знакомое место, оказывается, мы гуляли по тому месту, где она училась. Где жила, общага. Вот эту улицу я помню, мы проходили вот в ту сторону. Да, да, мы шли в ту сторону, и я... Офигеть, я прям помню это. Я помню, что мы ещё, типа, подходим к двери, я говорю, блин, по-моему, это даже та же самая дверь. И мы подходим, и там, короче, буквами прям написано, ну, типа, общага вот этой школы, как раз, где я училась, я такая, типа, потом мы прошли мусорку, в которую я мусор выкидывала. Короче, вообще, такие классные воспоминания, я Славя рассказываю, вот, я здесь училась. Мусорка особенно. Ну, просто она рядом стояла, она у меня как такой... Ориентир. Да, да. Вот, когда я заболела, короче, я хотела что-то покушать, и я пошла ногами искать Макдональдс. Целая история просто. Я нахер себе все ноги стёрла, в шлёпках пошла. Не нашла Макдональдс. У прохожих спрашивают его, where are... where... Макдональдс? Где пожрать? Да, Макдональдс искала, не нашла. Where похавать? I need to жрать. А потом, прикинь, что, по-моему, если мне не изменяет память, девочки, когда приехали с экскурсией, с этой... Они, по-моему, ездили на электричке в духе, до электрички на метро. Короче, по-моему, если я не ошибаюсь, они зашли в Макдональдс, принесли мне Макдональдс, я помню, я так обрадовалась, и они сказали, да мы знали, что ты любишь Макдональдс, что ты хочешь, и занесли мне. Типа то, что я болела, и они за мной поухажали. Но я могу, кстати, ошибаться, и такого вообще не было, я не помню просто, но почему-то мне так кажется. Ну, посмотрим. Может быть, твой любящий Макдональдс-мозг это додумал? Да. Мне сегодня приснилось, короче, что нас со Славой похитили... Ну, не похитили, а то, что мы с ним вышли на улицу, на даче, всё потемнело, и появилась эта... Тарелка инопланетяна. Я Славе рассказываю этот сон, я говорю, блин, а прикинь? Вот, типа, мне это приснилось, а на самом деле это воспоминание я вспомнила во сне. И на самом деле такое было, но мы не помним, потому что мы не можем вспомнить, как нас похитили пришельцы. Короче, капец. Это сюжет фильма с Милой Ёловичей. Да-да-да, классно вообще. Вы представляете, все мои уехали в другой город, а я сегодня осталась дома, и сейчас я пытаюсь найти еду, потому что я ужасно голодная. Завариваю себе фирвекс, потому что я болен. Короче, я пришла... Такая лежу, такая сплю, но я сейчас у Виолеты, вот Виолета, вот Арина, которая уже открывает игрушку. Короче, они купили мне мак, я так люблю их, это так мило, я болею, я собиралась пути, короче, пить. Я вообще, фэшн, мой профэшн. Они купили мне пожрать, это так мило. О, я же говорю, значит, правильно я помню. Так, мы закончили этот сумасшедший, интересный, в кавычках, выпуск. 300 тысяч просмотров. Да, прикинь, 5 минут идет. Теперь, наконец-то, начинается что-то очень интересное, потому что мы будем смотреть. 13 минут! В два... в два раза почти больше. Да. Да, я хочу... Не в этом. Суть в том, что это будет у нас Kings Cross, платформа 9,3, чатбите. Слава, ты же мечтал туда попасть, да? Да, Юля. Я хотела сказать, типа, Слава мечтал туда попасть, как бы рассказывая аудитории, но потом такая Слава и думаю, да спрошу напрямую, что я, чтобы не перевирать, если что, мы просто друг друга по имени вообще не называем, только если ругаемся или злимся, да? Да. Ну, либо при ком-то, при ком, ну, зайка тебя... иногда бывает жестко при бабушке, дедушке, типа, Зай, подойди сюда, ну, я не знаю. Ну, только поступок. Все равно, короче, да, я хотел попасть туда и мы туда съездили, было классно. Даже есть фотки в Инстаграме. Готовно! Bye-bye! Today! Сегодня 6 июля мы приехали в Талах. Короче, что мне здесь снимать? Да, мы там были. Когда я с тобой была, мы черепушки там покупали или тогда я одна когда была? Ты была одна, по-моему. Потому что я столько говна... Да, когда мы с тобой были, я уже подросла, я уже поняла, что деньги как бы... Зарабатываются. Зарабатываются. Типа, их просто так не надо просирать на всякое брахло. Я уже постарше была, помудрее, поэтому столько брахла не покупала. Сейчас я вообще... Да, мы ничего там такого прям не купили, но просто классное место. Мы много чего купили, но мы покупали в основном типа одежду, то, что реально... Я говорю про это место. А, это да. Клёвое место. Только драгоценности, а всё остальное оказывается можно. Ура! Вот мы, короче, зашли внутрь, у нас посмотрели сумки, заплатили мы 10 фунтов за одного. Я вышла шлёп. Вот. Это где-то 600 рублей. Короче, сегодня холодно. Вот. И я очень хочу поснимать всякие пыточные штучки, где людей пытают. Раньше это было 600 рублей, а сейчас косарь почти. Почему? 10 фунтов, сейчас косарь. А-а-а. Да, я ещё думаю, типа, я почему-то про доллар подумала, да, доллар 60, думаю, ладно, небольшая, в принципе, разница. Мне фунты дороже. Да я знаю, я что-то сейчас только проглючила, что я там про фунты говорю. Вообще капец. Пытали, потому что мне прям очень хватает это снять. Вот, внизу там что-то надо посмотреть. Ух ты, я сейчас сниму. Не, на самом деле, вот я люблю такие места, да, у нас как-то с тобой прошлый как раз выпуск, где мы смотрели тоже Лондон, у нас там такой смешной диалог по поводу, типа, искусства, вот это вот всё, то, что мне не нравится, но вот если говорить про такие экскурсии, мне очень такое нравится. Я люблю ходить, представлять, что здесь что-то было интересное, какие-нибудь, там, не знаю, рыцари ходили, потом, например, вот в этом болоте какие-нибудь, не знаю, лигаторы плавали, ну, ещё что-то. Короче, вот такие штучки мне нравятся. Посещать, это действительно интересно. В этом смысл истории, я тоже обожаю. Я люблю все места древние. Ты из кадра уплыл. Пернись. Нет, ну сзади. Буду потом писать. Короче, я вообще фанат всего такого, истории фанат, и каких-то всяких безделушек, всяких древних штучек, и ну это прикольно. В этом и смысл, что ты там гуляешь. Ну это интересно, это интересно, даже если ты вот сейчас включаешь воображение для того, чтобы представить, как это было тогда. Да, вот это мне нравится, воображение. Люблю воображариум. Вообще круто. Итак, мы идём в место, где всех пытали. Сейчас мы уже зашли внутрь. Прикольно. чтобы растягивать ноги с руками. Вот. Вот. Так, очень хочется посмотреть, как людей пытали. Вот смотрите, здесь привязывали ноги, руки, вот. Любопытненько. Представляю, прям визуализирую, представляете? Это была? В воображении. Ты была в Питере в этом? Нет. Не была. А ты меня туда сводил хоть раз? Я в Питере была. Раз пять, мне кажется. И все разы по работе. Вот ты меня туда отвези. Вот так вот, что. Свидание там. Погулять там. Ладно. В детстве так делала, чтобы я, типа, выросла. Или когда утром просыпаешься, она на ножки тянет, тянет, типа, потягуша. Вот. У меня потягуша. Просто у меня бабушка в детстве ножки могла... Или не могла... Нет. Короче, я почему-то помню такое, что я, знаешь, во всем сомневаться стала. Чем старше становишься, тем больше во всем сомневаешься. Я просто... Взрослая жизнь. Да. И вот мне кажется, что у меня в детстве было такое, что бабушка могла меня за ножки потянуть. До стопудово такое было. Знаешь, когда ты тянешься, типа, и тебе кто-то еще за ручки или за ножки потянет, ты такой... Класс. Вот. Я тут привела в пример, типа, вот эту пыточную штуку. С потягушками в детстве. Признавайся, где ваши войска? Потягушки сейчас те устроим. Как пытать будем? Потягушками. Сейчас бабушку позовем. Потягушками пытать будем. Пытала получать. Заметьте, у меня коронация. Итак, мы сходили в магаз. Он был вон там. Сейчас мы поднимаемся по лестнице. Коже чувака Андрей. Все-таки Лондон офигительный город. Я вот смотрю, все так, скучаю по нему почему-то. Да, клево. Какая-то атмосфера. Очень крутая атмосфера. Столица какой-то совсем другой жизни. Иной. Как будто он как в фильмах, знаешь. Да, да. Это также будет, ну, для меня также и в Франции, Париж конкретнее. Я очень хочу попасть в Нью-Йорк и погулять там. Я думаю, что я вообще с ума сойду. Да, да. Вообще, на самом деле, в Америке очень много разных таких мест, знаешь. Вы просто гуляете, думаете, вау, тут вот это снимали. Там же вообще куча. Там даже есть экскурсии такие, где тебя возят на места, где снимали какие-то сериалы, шоу. Да. Прикинь, нам с тобой съездить туда, где Офис снимали, к этому зданию. Сериал Офис. Просто, типа, и тут вау. Ну, мало того, что мы здесь, где снимали, так еще тут ходили наши актеры, вот любимые, которые нам понравились. Вообще классно. путешествовать, это супер вообще, это расширяет твои... Я вот понимаю людей, которые, ну, знаешь, работают, зарабатывают деньги, именно вот, как бы, всегда откладывают, там, не на какие-то безделушки, еще что-то, не на брендовые вещи, а вот именно на путешествия. Потому что впечатления не купишь. Конечно, конечно. Впечатления, они стоят дорого, и они того стоят. А безделушки завтра сломаются, как это... Ну, да, мода пройдет, еще что-то. Какой-нибудь iMac 27-го года, зараза. Э, 2017-го года. 27-го, ни хера ты из будущего вернулся. Да, ну прекрати ругаться матом. Я ничего не запикаю. Будешь потом чувствовать себя очень горько. Да мне пофиг, погнали. А мне нет. Короче, о чем хотел сказать, путешествуйте. Путешествуйте, если есть возможность. Если нет, не надо путешествовать обязательно, там, как у нас игры. В кредит. Да, и в кредит не надо, и ни в рассрочку, никуда. Путешествуйте по России или по вашей стране, откуда вы смотрите. Я уверен, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдавия, Киргизстан, да, Узбекистан. А в Узбекистане вообще там столько крутых мест. Да. В Молдавии тоже есть красивые места. Да. Ну, есть, конечно, я знаю, там есть и древние храмы, и горы Карпат, кусочки. Там, правда, Молдавии не повезло тебе территориально, да, будем честны. Но все равно там есть хоть что-то красивое. А если есть хоть что-то в Молдавии, то представьте, сколько красивого есть у вас там в Украине, в Белоруссии. Нет, так Молдавию, конечно, опустил. Сейчас кто-то из Молдавии. Подожди. А что я опустил? Ничего я не опустил. Вы посмотрите на... что ты виноват, не ты территорию распределял. Вы посмотрите, да, на какой территории стоит эта страна, и, ну... Поймете что-нибудь, не поймете. Ну вот, я к чему. Не обязательно ездить куда-то там в Лондон и там, и в Парижи. Покатайтесь по своей стране. Мы были, с Юлей мы были много где, на Алтай, я был много где там, по стране гуляли мы там, и Сургут, ну, начиная там с Сургута, там, где я родился, там, заканчивая всякими там, в Астрахани и так далее. Есть места, которые я, конечно, еще не посетил. Дагестан вот хочу съездить. У меня часто зачем-то пишут, типа, не хочешь в Дагестан? Блин. А я что, не знаю, а что там блюдо? Там настолько древняя территория. ну, в этом плане, наверное, да. Там самые древние города в нашей стране находятся. Да? Да. Просто, ну, там просто капец. Ну, там природа просто, ёбанки, извини, запикай. Слышь, я тебе сказала, я монтировать не буду. Ну вот, поэтому, оглянитесь, путешествия, впечатления, жизнь, нужно брать, нужно брать жизнь эту за яйца, и оседлать, и оседлать ее так, чтобы потом было что вспоминать. Погнали. Приваживай. Тут, короче, камера включилась, вот тут не только, просто вверх, тут, да? Красотища, да? Вообще жесть. Это Тауэр. Еще идем смотреть на короны. Итак, сейчас мы надвигаемся в короне, мы думаем, что она там. Там, где вот эти штучки до хрена русских вообще, приехали в Тауэр, блин, сидели дома. Мы почти подошли. О мой бог, мы входим, и тут нельзя снимать, так что я с вами прощаюсь. Сейчас я увижу вот это. Поняли, да? Чизбургер нельзя с собой брать. Ты вообще кипит. Я взяла. Есть тоже нельзя. Блин, а я взяла с собой чизбургер. Черт. Итак, мы посмотрели все короны. Очень красиво, но на самом деле некоторые... То есть вы туда зашли и смотрели на корону всяких цариц? Да. Да ладно. И какие там это и Лизаветы, да, там всякие? Ты уж мне вопрос сложнее задавать, но там же не все стоят. Ты чё? Те, кто в Англии, наверное, типа это крышовал их короны. Ну понятно, я так и спросил. Да я не знаю, чьи там стоят. Я уж что, что это самое? Мне аж поглазюкать только. Ну, что-то запомнилось? Зай! Запомнилось. Были короны с драгоценными камнями. Просто они еще неописуемые. Ну, сама бы, честно, не стал бы носить. Колхоз. Выглядит так, как будто бы игрушечные. Знаете, из какого-нибудь, я не знаю, киндер-сюрприза взяли. Вот. Сейчас мы зашли покушать, потому что мы проголодались. Наверное, возьму себе, как обычно, фруктиков. Мне так нравится, то, что здесь вот так вот все вот вот всякие вот печенюшки клевые. Я очень хочу домашнюю еду. Вообще не хочу всякого какашечного есть. В Мак тоже не хочу. Я там заколебалась жрать Макдональдс. Сколько ты там пробыла? Сначала три недели. Ну да, три недели вообще. Ты прикинь, три недели Макдональдс жрать два раза в день? с ума вообще сидит. Типа обед и ужин, а на завтрак фрукты, например. Капец. Да это капец. Как твой желудок вообще жил. Я вернулась домой, я не знаю. Ты же и поспал. Мне кажется, я там мутировала пока находилась. Потому что, не, я ничего не хочу сказать. как бы, мы даже сегодня Макдональдс поели, было вкусно, но это прикольно уже, как минимум, да, вот в таком возрасте, как-то уже не так сильно я офигеваю от него. Это прикольно, но типа не каждый день. Ну, реально. Да? Вот. Один день Макдональдс, другой Киевси, другой Бургер Кинг. Чередовать правильно. Чередовать надо. Да не, шучусь, мы нормальной едой питаемся, не волнуйтесь. Салатик, типа как греческий, он, да? Вот, и вот это вот. Дорогая таки. Тут очень дорогая еда, я очень-очень дорогая, да, так что сейчас буду ездить в пищу, которой пытались короли. Да, короли. Мы уже вышли, мы покушали, и там чувак Андрей всякие, волосатые. Ой, чуваки. Волосатики? Раз, два, раз, два, раз, два. Какие, если они слышат, что я их видю? Вот они кринж, наверное, вот он. Мне кажется, что их обучают, я думаю, что они готовы к любым стрессовым ситуациям, и не таким готовы, чем какой-нибудь подросток из России, девочка конкретно. Ну да. Я думаю, что они там, их там конкретно учат. Да, я думаю, у нас же тоже часовые, у нас же тоже часовые, там у Кремля стоят. Интересно, как попасть на эту работу? Служить надо. Ну, окей, хорошо. Типа, что, много платят? Ну, нет. А в чём кайф стоять везде? Нет, ну, типа, ты, у тебя есть год службы, например, ну, в нашей стране, и тебя же определяют в какие-то части. То есть, те, кто стоят, они, по сути, как бы в армии находятся в этот момент? Да. Есть же те, которые на, ну, на постоянке, они получают зарплату, а те, кто, как бы служит... То есть, например, я прихожу на Красную площадь, помнишь, там Вечный Огонь? Да, И вот там стоят. Да, там стоят. То есть, ты хочешь сказать, что там стоят ребята, которые сейчас в армии? Я думаю, там стоят и чередуются ребята, которые в армии, ребята, которые на постоянке. А ты как думала? А откуда там будет ещё стоять? Не знаю. Вот я про это и говорю, кому там ещё надо стоять? Ну, там стоят стопудово ребята, которые, типа, в армию только вот пришли. Не, ну, это вообще... А, ну, и они там сменяются каждые три часа, по-моему, если мне не ошибать. Блин, прикинь, три часа просто стоять. Да нормально. А что нормально? У тебя нос с жопой чешется нельзя. Нет, если ты здоровый парень, если у тебя с ногами всё окей, со спиной всё окей, нет там плоскостопия и так далее, почти какого хера бы не постоять. Там постоишь полтора-два часа, и тебя сменят на другого. Зато ты, ну, грубо говоря, откашиваешь от других вот этих вот всяких приколов, которые в армии есть. Ну, я уж не там собираюсь сильно судить и так далее, но, мне кажется, стоять это очень изнурительно и скучно, и иногда, может быть, даже лучше поделать какую-то активную работу, мне кажется, чем просто стоять, потому что, мне кажется, это даже сложнее бывает. Ну, это... Ну, это уж кому как. Напишите в комментариях, что сами думаете. Нравится вам, да, стоять или нравится. А то прикинь, сейчас в комментах какой-то парень, слышь, я на эту работу мечтал попасть, я работаю, я работаю, типа, моё любимое хобби это стоять. Моя цель. Моя цель, типа, я к этому шёл, у меня ещё отец стоял, дед стоял. А у нас вообще стояки, блядь. Утром у меня, знаешь, как стоит? А, ты думаешь. А я думаю, что, я не могу стоять. И вечером, и ночью. Он стоит, и я буду. Ну, да. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вместе весело шагать по просторам. По просторам. Мы вышли. Так что, вот, это было всё. Ну, вот сейчас то, что я там спела, и раз, два, и вот вместе весело шагать. Я это вот испытываю, как то, что вот я маленькая, и, ну, типа, субординация, знаешь, ну, некрасиво. Сейчас бы я не стала, как бы, снимать. Я такая, вместе весело шагать. Может быть, и стала бы, но не на камеру, например. Может, я бы так, на ушки славы подошла бы, типа, зарею. Раз, два. Ну, ты растёшь. Это нормально. В голове появляются новые нейронные связи. Это нормально. А тогда чушь. С космосом, слышишь? С непрошеденцем. Ну, ты уж, как бы, это... Это нормально. Подростки все такие, какие-то токсичные, противные. Но всё до момента, пока, как бы, не начинается вот эта жизнь. Что значит пубертат? Пубертат. Что со слово странное? Почему говорят, когда, типа, что-то там переходный возраст? Да, пубертатный перим. Странный, да? Слово, да, странное? Пубертат. Очень странный. Как будто кто-то п***л. Даже не знаю, мне даже хуже что-то представляется. А что? Не знаю. Сейчас только не скажу. Всё, что мы посмотрели, было интересно, прикольно. Короны особенно. Так что сейчас идём в Старбакс. Короче, мы пришли в мир обуви фигасных конверсов, нью-бэлансов. Я попросила одни нью-бэлансы и красные конверсы, и они очень клевые. Я вам потом распокажу, если я куплю. Но я думаю, что так, потому что мне очень нравится. Вот. Смотрите, я нашла... Кстати, я там забыла свой ботинок. Прикинь. Ты с одним, что ли, ушла? Да. Ты зря смеёшься. Не, прикол в том, что я купила новые и сразу их надела. А в пакет, короче, видимо, убрала только один. Или вообще даже не забрала. Прикинь, свои старые оставила там. Как говорится... Трейд-ин. Трейд-ин. Что-то новое берёшь, старое оставляешь. Да, да. Вот так. Свои эпичные. Короче, мы сейчас просто гуляем. Все магазины закрылись. Сегодня выходной день, поэтому всё работает до 6, 6.30. Вот минус Европы и Лондона, в том числе, это то, что у них, типа, закрываются раны магазины. Это вообще... И рестораны херня. Почему? Ну, в большинстве случаев у них хуже рестораны. Обслуживание именно. Ну, возможно. Про это уж я тоже не буду судить. У нас самое лучшее. В Москве, в России. В Москве конкретно самые лучшие рестораны. Просто топ. Ну, я тоже, если честно так считаю. Еда самая вкусная. Я помню, как я туда ездила, получается, когда была мелкая, и вино не пила, ничего такое. А потом я помню, когда мы с тобой туда попали вместе, и мы пошли в ресторан, в ресторан, выпили вина, кушали стейк. Так круто во взрослом возрасте сюда приехать. Вообще по-другому смотришь на Лондон. И вообще... Классно. Да, я помню, стейки там дорогие, зараза, были. Да там всё дорогое. Ты чё? Там, блин, салат какой дорогой. Не знаю, сколько стоит. Ну, дорого. Всё очень там дорого. Там еда, на самом деле, очень дорогая. Поэтому, если хочешь, там хорошо... Там даже Макдональдс дорогой. А если хорошо хочешь питаться... Что-то в районе трёх с половиной, четырёх тысяч рублей стейк стоил. Это недорого. Это по тем временам, может быть... Короче, суть в том, что там три тысячи за стейк, это как бы ну, очень хороший стейк у нас в Москве. Хотя есть стейки и за шесть тысяч, и за тринадцать тысяч. А у них, типа, был самый обычный. Самый дешёвый, самый обычный, который у нас, например, можно за восемьсот рублей купить, за девятьсот, за тысячу. Там стоит в два раза дороже, понятное дело. Ну, на стейке сейчас не это, за восемьсот не купишь. Почему? Можно купить, и чё? Медальон, например. Считай, как стоит. 1200 минимум. Ну, смотри, какой ресторан. Недавно я ела что-то за такую примерно сумму. Ну, ладно, тысячу, может, рублей. Короче. Хотя ты замеси отработать ещё. А, нет, это уже закрывается. Где Риджин Стрит? Там? Такие дела. Так что мы гуляем. Ещё мы зашли в макет. Ну, вы уже поняли. У меня очень крутой капюшон на кофте. Вообще, это ни разу не странно. У нас просто дождь пошёл, а я болею. Вот. Со стороны это, наверное, капец, как стрёмно. Какая у нас прекрасная погода. Сегодня понедельник, 7 июля, и мы идём на учёбу, точнее, сначала на завтрак. Вот. Ещё у меня голос такой хреновенький, потому что я болен. Вот. И сегодня мы учимся с 9 до 12.30. Чтобы покушать, мы должны дать вот эту штучку. Вот. Я и мои новые нью-беллцы. И ещё я просрала один свой конверс. В магазе забыла. Азиза, слалка, просто. Вот, надеюсь, сегодня я его там заберу. Я съела блочи, тупо. Я помню, что я пришла, говорю, я тут конверс вчера оставила. В магазине обуви. Да, мы так тебе и поверили, блядь. Он был, типа, ну, старый уже, ну, в смысле, по нему видно, что в нём ходили долго. И один к тому же. Грязный, возможно, даже был. Что, им жалко, что ли, было? Ну, мне, по-моему, его не отдали. Я его просто просрала, и всё. Они, блин, мы, дон-тон-де-стент, вообще-то. Мы вообще уборщику его отдали. Он, потому что вообще ходит в одних тапочках. Вы знаете, у нас тут каждый день забывают конверсы. Вы что, мы тебе одна такая? Мы что, должны все вам конверсы сразу отдать и знать, где чьи? Нет? Они сожгли. Короче, вот, идём кушаться. Привет, дорогие мои подписчики, зрители, друзья, family. Короче, я... Чё, не знаешь, кто это? Нет, кто это. Это из-за этого One Direction. А-а-а. Да-а-а. Холен, вот, и поэтому... Ну, короче, просто болею я. Вот, и поэтому у меня такое лицо. Я сейчас подумал, это... Это дипфейк 2014 года, знаешь? Нет. Короче, это когда чьё-то лицо подставляется другому человеку. Ну, вот, типа, такой дипфейк дипфейка. Ну, вообще... Дипфейк я сказала, а у меня почему-то дик в голове крутится. Дик. Фу. Дик. Дик. Чё, дипфейк? Дипфейк? Дипфейк, это типа глубокая ложь. Ну, глубокий фейк. У меня дикфейк. Типа, не настоящий, по резину. Ты уже сказала, я думаю, дик? Чё? Ну, в смысле, имя такое, знаешь? Ну, да. Полная Дункан. У меня просто, когда я болею, всегда такое лицо. Короче, я вас люблю. Фу. Фу. Клёвый, да? Пошутила, посмеялась, пошутила, посмеялась. Ну, правильно, сама не посмеешься, никто не посмеется. Да. Восемь утра, братки. Восемь утра, где-то 18 минут. Мы с Виолетой идём в магаз. Перед школой у нас пошла вторая неделя. Сегодня восьмое, вроде бы, июля. И значит, значит, вот что. Со второй недели мы будем учиться с 9 утра до 12.30. Как я рада. ещё у меня горло до сих пор болит. Чувак так позырил. До сих пор зырит. А, нет, не зырит. Вот мы решили не идти на завтрак. Мы решили пойти в магаз купить там фруктика всяких, знаешь. Потому что у нас на завтрак дают постоянно какой-нибудь круассан. Там, кстати, ничего так. Я его даже полюбила, молясь. Вот. Зацените мои ногти. Боже, мне так нравится этот лак, я не могу. чтобы я сейчас такой лак сделала. Думаю, нет, ну нет. Да, вкусы меняются жутко. Да, люди взрослеют и все вкусы меняются. Помню, раньше я любил стрижку. Другую женщину. Стрижку, как у Димы Билана, такая итальянка была. Я считал, что это круто. У меня есть фотки. Хвостик у него такой висел. У меня есть фотки. Полосня вот так шла. Это было... Это ужасно. Я вот смотрю, когда пересматриваю, думаю, боже, просто нельзя так было ходить. Мама мне, причем, всегда припоминает это и говорит, а я тебе говорила, а я тебе говорила. И про усики твои стрёмные тоже. Я видела эти фотки, улет очень. Нет, про усики это другой вопрос. Стремно? Капец. Мне просто не разрешало, мама, я такой, блин. Не гони. Реально не разрешало сбрить? Не, не, они меня... Они все время с папой оттягивали момент вот избривания этих усов. Хотя я уже думал, блин, уже все, уже капец. Ну и когда в очередной раз я поехал в лагерь с другом, а он уже брился на тот момент, он так посмотрел на меня, посмотрел, говорит, погнали в ванную. И мы пошли в ванную и он мне дал ну, чистый этот и говорит, вот, и он меня научил, то есть, говорит, ну вот здесь вот так. Я, я же вообще не знал, как это делается. И с тех пор моя жизнь кардинально изменилась. Стал нормальным. Я стал человеком. Я вот уже, наверное, раза три пыталась, ну, как бы, думаю, ты уже, наверное, сейчас закончил. Я такая, а ты опять продолжаешь? Я думаю, сейчас я опять... Почувствуй, сука. Нет, дело не в этом. Меня, почувствуй, как я. У нас осталось постоянной разборки по поводу того, что кто-то постоянно кого-то перебивает. Я просто думаю, может быть, это и знак, что я не могу все никак сказать, потому что я собираюсь рассказать очень жесткую, лютую историю. Я думаю, что... Ну, значит, не надо. А может... В следующем видео расскажешь? Не, ну почему, зачем? У нас просто тут пробревание зашла тема. Короче, была у меня одна подружка, вы ее не знаете. Ты что, понял, про какую историю я говорю? Ну, говори, говори. Короче, ну, типа, мы как подружки, девочки, видели друг друга голышом. Ну, понятно. Ну, у всех такое бывает. У вас что, не было такого? Ну, ну почему, господи, блин, там, тусим вместе, да? Узнаем друг друга вместе, познаем, так сказать, наши... Биологию изучаем. Познаем наши тела. Да все поняли, ну все девчонки там бывают в туалет даже вместе ходят. Да что в этом такого? Господи, я вас умоляю, я вам на фотосессиях переодеваюсь, постоянно девочки видят мои сиси, например. Ну и что такого? Сиси, у всех девочек сиси и писти. Ну какая разница? Суть не в этом. Суть в том, что... Сейчас представляю, мы с пацанами, блин, смотрю, мне тут новые волосы выразили. О, нифига, покажи. И, в какой-то момент, мы начали расти, и везде начали расти волосы. Продолжаю? Да, да, они у всех растут, ну у кого не растут, не знаю, просто клево. Короче, и ей, типа, мама не разрешала бриться там очень долго, потому что, типа, если побреешься, то еще больше отрастет. И я много лет уже брелась везде, где можно и нужно и хотелось и не хотелось. И я постоянно поражалась, господи, это же, наверное, так некомфортно и так, ну, типа, ну, не знаю, даже, возможно, не гигиенично, наверное, даже невозможно. И я говорю, а что ты все это самое, что ты все это... Мне мама, типа, не разрешает, потому что, типа, если чем раньше начнешь, типа, тем больше вырастет. Я думаю, это же не так работает, типа, что за фигня? Это вообще, на самом деле, я смотрела, даже есть научно доказанный факт. Просто кто-то говорит, что, типа, если ты сбрил волосы, то они стали жесткими и черными, и много расти начали. Это неправда это. Это неправда. Просто... Мне не разрешали брить усы под носом по такой же причине. Короче, я просто решила так, что когда у нас будут дети, и они дорастут до возраста, когда уже у них что-то начнет расти, я им сама скажу, давай помогу разобраться с этой незадачей. Как по мне, ясно видно, что мы так с детьми поступать жестко не будем, как поступали с нами наши родители. Со мной никто... Я когда у меня там подмышки, волосы начали расти, я маме говорю, мам, у меня волосы начали расти в подмышках, она мне сразу брит. Ну, на! Вот так, хоп! Мылом шмяк, и всё. Ну, то, что там подмышками, это понятно. У меня тоже такое было. Причём, причём, знаешь, у кого была какая-то смесь, мама давала мне какую-то смесь. Ну да, для бритья, типа, как у тебя сейчас... Если ты делаешь... Ну вот. Но своему сыну я, конечно, не буду запрещать бриться, потому... Ну, опять же, понимаешь, они мне говорили, что если ты начнёшь рано брить бороду, она тебя, типа, заколебёт. Но мне 27, и она меня абсолютно не напрягает. Ну, то есть, я вообще в кайфу. Хочу отрасти, хочу побрил. Ну, на самом деле, просто когда начинают расти волосы, у тебя уже вариантов нет. Либо ты ходишь с ублюдскими кусочками волос под носом, а у мальчиков обычно маленьких, которые только начинают расти, и у них отрастают вот эти стрёмные усики вот здесь. Беленькие, полупрозрачные. Ну, не знаю. И слегка темноватые такие, серенькие даже. Как будто у рыбки какие-то, знаешь. Ну, это на самом деле фу, фу, фу. Вот прям фу. Или ты ходишь с такими усиками, или ты постоянно бреешь их, да. Ну, а что поделать? А что выберешь ты? Да, но я ещё не закончила. Была ещё одна история с небритыми подмышками, но не у меня. Честно, у меня всегда всё. Я просто не понимаю, как можно вот так ходить. Ну, кому-то нравится. Короче, это на самом деле со школы у меня жесть история. У нас девочка до 11 класса, потом я её просто уже не видела. Из другого класса не брилась. Ну, небось, она и сейчас тоже так же. Скорее всего. Причём, это, конечно, не моё дело. Дай бог ей здоровья. Знаешь, она может быть этими. Ножичками подрезает длину. Я не думаю. Короче, суть в том, что её ноги, например, было видно хорошо там на той же физкультуре, ещё где-то. И это жесть. Я была в шоке, потому что, представляете, в 11 классе, это уже, я считаю, почти 18 лет, ну, как бы ты уже взрослая девушка, можно сказать. Ну, да, подросток, но уже девушка такая, извини, не 14, не 13, не 12 лет. И ходить с небритыми, реально волосатыми ногами, для меня это было просто, типа, просто, ну, вы знаете, я всегда за собой там ухаживала, любила, то есть для меня это было важно, ну, как бы хорошо выглядеть. И мне казалось, что у девушки, ну, понятно, сейчас вот это вот всё, вот это же мода, типа, то, что девушки там не бреют подмышки, ноги, я это не поддерживаю, на улице, я это не поддерживаю в том плане, что себе я такого не желаю, я всегда всё брею, что мне не нравится, я, ну, как бы это не считаю красивым, скажем так, волосатые подмышки у девушки. Но, если девушкам нравится не бриться, то ради бога, может, вот эта вот моя девочка из школы такая и была, ей нравилось волосы, она любила этот, как это называется, вводи позитивный. Фетиш. Не знаю. Потом у меня ещё была одноклассница, я помню на физкультуре, у неё, типа, что-то подмышки, типа, волосатые были, и все смеялись над этим, может, ей не в лицо, но я слышала шушуханье, смеялись. И я вот думаю тоже, типа, блин, ну ты же, ты же видишь то, что у тебя растут волосы подмышками, ну, типа, почему не побрить? Вчера купила новый конверс, потому что свой один я просрала, Лондон забрал его, поглотил в себя, вот, и не нашла второй. Ай, шутка, смешная, никто не понял, только я понял, конверс я просрала, Лондон забрал его, понял? Это цена за... Ты свои вибрации выключи, отвлекает. В смысле, ну, второй был у меня дома, но первый, короче, я не нашла там, где я его забыла, в магазе. А ещё сейчас у нас будет распределение, и мы будем уже в новых группах, вот, и с разными учителями. Итак, нас забрали, мы уже идём в аудиторию, в которой нас будут распределять, короче, по группам, мама. Там на хрена люди. Они сейчас заходят. Я надеюсь, на этот раз выбрали большую аудиторию, чтобы все сидели. Ура, ура, теперь мы в большой аудитории. В этой аудитории мы писали тест. А при ком мы сейчас тест будем опять писать? Сядема. Го. Давайте здесь. чипсы. Ну, виолетику мне, пожалуйста. Thank you very much, сученьки. Посмотрите, как мило сидят дети. Снимаем. Вот, видишь, Юлия? А, из чего я угорала, что у меня, походу, в группе было много типа Чинь-Янг, Чу-Линг. Интересно, а Виолетта здесь? Донг-Да, Хонг-Джун, Цунг-Ян. Да-да-да-да-да, точно, они все сверху иду. Хонг-Джунг-Хао, Донг-Дали, Чинг-Юн-Лан, Чинг-Линг-Лин, Чинг-Чу, Линг-Лин. И прикинь, они сейчас такие смотрят этот выпуск, такие, блин, они уже русский выучили, английский, тогда еще выучили. Ну, молодцы. Еще какие, молодцы. Этим вот ребятам палец в рот не клади, они все, что хочешь, отожмут у тебя. Лес, нефть, землю, воду. А ты видишь, посмотри, какая это Эмма, и там у нее очень длинная Эмма-Ван, прям как Ван Хельси. Реально. Эмма-Ван, Ван Ченброуик, бренд. Бедняжка, не повезло, не повезло. Какая-то, походу, клевая. Может, она какая-нибудь там по третьему колену это... Ну да. Народная артистка. Ура! Нормально. Ё-моё! Мне себе скоро с тобой причем вам сделать, а? Сделать? Блин, это вообще моя тема, короче. Ты прикинь, вот я подросток, я, конечно, живу там, ну, не где-то в деревне, да, все-таки в Москве, все равно, но я приезжаю в Лондон, и я просто, я помню, что я приехала туда, для меня все было такое, вот как будто, вот как будто вот, ну, вообще, не знаю, чего. Тоже мне сравнило, блин, Лондону почти две тысячи лет. И чего? Там все население и все, что там происходит, намного, ну, при, ну, из-за исторических вот этих вот движений и длины существования этого города, намного многообразно, короче. в отличие от Москвы и вообще России в целом. Дело даже не в этом, дело в том, что просто то, что я вижу даже там, грубо говоря, до России, конкретно до Москвы, дойдет только через года три-четыре. Типа то, что модно уже там, ну, как это у нас, типа, так и есть. Это всегда работало, да? Да, ну, просто я приезжаю, вообще, ничего себе, они так ходят по улице, ну, клево. Мастурбейшн. Мастурбейшн. Вместо Макдональдса. Вообще, как так можно? Это стульчики для примерки. Мы смотрим обык. Прикиньте, мы нашли КФС, но у них показываю кроссы, Слава, просто без эмоций, показываю туфли. Вау! Просто кроссы обычные, а туфли какие-то необычные. Кастомные, типа. Кастомные, да. Что такое гера? Итак, прикиньте, здесь есть стрипсы, но нет острых стрипсов, есть вот крылышки острые. Вот, я взяла себе обычные стрипсы, они очень-очень вкусные. Вот они, и взяла острые крылышки, которые, крылышки, да, попал вот, и колдва, и, боже, мне так нравится, цвет лака. Какие-то. Итак, мы приехали на Кингс Кросс, тут будет стенка, в общем, станция, на которой Гарри Поттер в фильме вбегал, врезался. Да, 9,3 чьи, отверсти, батюшки. Сейчас мы хотим найти ее. О, мой бог. Мы идем туда, где бегал Гарри Поттер. Смотрите, платформа 9,3 чьи. Какая очередь? Всегда там была такая очередь, мы в прошлый раз когда были. Когда мы с тобой, кстати, туда приехали, по-моему, с нами еще Карина с Оском тогда были. Тогда не было такой очереди. Но вот в предыдущий раз, когда мы хотели, когда мы сфоткались там и все это, там была большая очередь. Ну, да, мы там, последний раз, когда были, мы не стали фоткаться, мы подумали, у нас уже были фотки, зачем? Все хотят сфотаться. Мы почти поношли, о май гад. Хочу сказать, что это бесплатно. Вот что, вот за это прям... Но, там магазин стоит. Там можно что-нибудь купить, кстати, в нашем детском мире. В Москве? Да, DCM, детский центральный магазин. Открылся, это, такой же магазин Гарри Поттера, как в Лондоне. Ну, видишь, как долго до нас доходит все. Там он уже сколько лет, он настолько открылся. One, two, three, two. Как можно и глаз выколоть палочкой. Здоровки, пацаны. Сегодня мы были на Блошином рынке. В общем, сейчас уже на... почти восемь. Ой, у меня нет носа. Прекрасно. Еще мне еще нравятся мои ресницы. Я купила себе новую душ. Потом в покупках покажу, я наклевая. Взяла бабло, сейчас пойдем в магаз. Надо купить фруктиков побольше. Так вот, Bioparox называется. Варя, привет. И Варя, спасибо. Огромное. Вот. Спасибо Полине за стрессуус. Спасибо Виолетте за то, что она клевая чувиха. Мне с ней очень нравится общаться, с ней очень легко общаться. Слава, что под Лизон. Да нет, походу, девочки мне лекарства дали, я им как бы спасибо через видос передала. Ну, наоборот, не под Лизон, а благодарство. Вот. Да, с Виолеттой мы что-то прям там сдружились. Я даже не помню, на какой волне мы так что-то начали дружить и мы прям реально, ну, дружили. Не долго, правда. Если смотришь, Виолетт, привет тебе. Надеюсь, у тебя все клево. Я тебя помню. Вот. Сейчас за ней зайду и поймете, о ком я. Короче, мне очень нравятся мои ресницы, я прям вау. Бедная деточка, ты еще не знала, какие у тебя будут ресницы в 21-м. Потом у меня... Спасибо. Натурально. Надо все свое. Да ладно, я наращусь, я об этом знаю. черненькие такие, женские. Такие выразительные, а? Ну вот где подлезон, вот где подлезон. Ну люблю я тебя, что я могу сделать? Да ничего не делай, люби дальше. Ничего не могу сделать. И не только кашель, она еще чихает, как дед. И до сих пор. Подарилась. Бедняжка. Иногда меня пугает похлеще грозы какой-нибудь. Кто смотрит мои влоги, то вы слышали, как я чихаю, и надо вообще... У меня дед чихает. Все сотрясается. У меня дед чихает пипецко громко, но и то, мне кажется, он тише, чем ты чихаешь. Я не знаю, почему, но у меня чих... ПОПЧИ! Не. Да? Так? Мне кажется, жестче даже. Я просто, когда чихаю, мне кажется, я чихаю, вот как будто я год не чихала. Знаешь, типа, я не знаю, почему так. Он... Реально, все люди так по-разному чихают. Слава чихает так, что иногда даже непонятно, он чихнул, или просто, типа... Ну, я не хочу, чтобы это слышали, я как бы это... Камерно... Я тоже не хочу, но я не могу. Нет. У меня варианты два, либо вообще не чихать. Я, когда тебя не дома или никого не дома, я один, я чихаю прям нормально, прям отпускаю. А когда ты зачем... это ж не пукнуть, я хочу послушать, как ты... Послушать. Послушать, как ты чихаешь громко, потому что я привыкла к тому, что Слава чихает вот так... ЧИ! Ну, когда ты сидишь здесь, а я, например, я чихаю громко, просто... Так не слышно? Ты тебе отсюда, так не слышно. Просто даже если ты сидишь в своей комнате, я сижу в своей, и я чихну, ты услышишь. Да, я не то, что услышу, я ещё могу подпрыгнуть. Это факт, это факт. Это странно, реально. У всех, да, по-разному. Вот я не знаю, иногда, когда кто-то... Я помню, когда я первый раз услышала, как ты чихаешь, я, по-моему, даже испугалась, удивилась, я такая, это что? Это что? А ты такой, нежно, мне бы так чихать, потому что я чихаю... Я вообще очень жёсткий, я не знаю, почему так, но у меня варианта два. Ну, что ты съёшься? Я тебя... У меня просто... Я просто не мямля, зая, у меня всё конкретно. А я типа мямля, если я так чихаю? Ты просто нежный в этом плане. Это вообще не комплимент ни разу. А мне нравится, какой ты нежный. Вообще не комплимент. Ты по-джентльменски чихаешь, в платочек ещё. Да, да. А я так, что нет, там платочек не поможет, там бетонная стена должна быть. Просто у меня варианта два. Либо чихать громко и жёстко, как обычно происходит, либо чихнуть типа так, что как будто бы в себя, но потом очень плохо долго прогружаешься, потому что это всё внутрь, что вот эти все вибрации, понял, которые должны были выйти наружу. Это как, блин, землетрясение. Ладно, погнали. Кстати, насчёт землетрясений, вы, не знаю, мы замечаем, короче, последние месяца два, Да, это почему у меня пришельцы стеснятся, я просто уверена, что какие-то пришельцы летают. Не, Юля говорит, что это пришельцы, я считаю, что это не пришельцы. Я считаю, что это какие-то, может, сейсмические моменты. Мы слышим какой-то бас. Низкочастотный гул. Это не просто бас, это прям низкочастотный гул. Это в районе там 15-20 килогерц, то есть это 20-15-20 герц. Это очень низко. Уши воспринимают это не как какой-то яркий груб, а он просто гулкий. У тебя давление появляется в ушах, и он в какой-то момент перестаёт работать, в какой-то момент начинает опять, и это вообще прям страшно. Типа ты сидишь, Юля, короче, для Юли это как вертолёты какие-то, а для меня это просто, я слышу саб-низ, мои уши такие, о, чувак, ни хера, кто-то басу наводил. Типа, прям стрёмно. Ну ты как музыкант. Я как музыкант, я же эти частоты знаю, что это за частоты. И, короче, есть вероятность, что это сейсмоактивность какая-то, потому что я слышал, тоже читал, что в Москве, кстати, бывает. Вообще, Москва стоит, как бы город, как говорят, на... Нет, это Париж. Город. А тут что, не на костях? А что, ну что, про то, что у нас есть здесь сейсмическая активность, и, может быть, это это, может быть, это метро. Может, у нас тут строят метро? Да какое, зай, в жопу метро? Ну что ты глупости рассказываешь? У нас метро строят. Где? Есть вероятность, ну как, где он через дорогу? А, ты прав, кстати, я об этом. Но его строят уже года три, наверное. Ну, строят потихоньку. А слышим, слышим мы это. Твои вибрации мне надоели. Это позитивные вибрации. Нет, это отвлекающие вибрации. У славы на телефоне вибратор стоит. Да, иногда пользуетесь. Для меня. Короче, ну вот, сбилось тело. Ну давай наш. Ну давай, ты что, блядь, за захват? Давай, нормальный. Да зай! Тынь! Да ну тебя, зая, отвали, все. Короче, я один раз сижу здесь, вот прям перед компом, работаю, что-то делаю. И что-то, короче, вот представьте, как вертолет взлетает. Вот я это слышу в ухе, только более какой-то низкочастотный формат, типа пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур. Я не знаю, не могу это самое повторить. Пришельцы лучше повторят. Короче, я это слышу, и у меня почему-то чувство первое, ну, короче, у меня начинается паника, потому что мне кажется, то, что со мной что-то не так, и я сейчас в обморок упаду, или еще какая-то херня. Я ничего такого не делала, чтобы там в обморок упасть, типа, ну, спокойно сидела, просто своими делами занималась, обычными. И я кричу, Славе, типа, зая, у меня что-то с ушами. Я ему кричу, и я понимаю, ну, я ему кричу, потому что мне кажется, что если я сейчас в обморок упаду, он не узнает, а вдруг у меня какой-то приступ страшный. Я не знаю, твое-то, твое, не дай бог. Причем, фанат всяких с теорией заговора, я прям думаю, есть вероятность, что это прям какая-то атака. Вот реально, не пришельцев, ну, пришельцы, конечно, я тоже в них верю, но, типа, это не настолько, как бы, ну, эзотерически, а прям конкретно какая-то атака низкочастотными волнами. Ведь, не музыка, а звуки и частоты имеют влияние на организм, будь то высокие частоты, либо низкие. И вот, сабниз, он очень плохо действует на, сердце, на всю кровеносную систему, и это ужасно. Почему вредно находиться в каком-то клубе, где херачит бас? Потому что у тебя... Все частички твоего тела сходят с ума. Ну, просто все охреневает, а в особенности кровеносная сосудистая система и сердце. И поэтому вот эта вот низкая частота, она как будто бы, вот она влияет, она давит на клетку, и, блин, ну, это стрёмно, это страшно, в каком мире мы живем, в какое время, просто кошмар. Ну, ладно, мы для этого здесь собрались. Я не закончила. Когда я это услышала? Я позвала славу. Я не закончила! Когда я это услышала? Я позвала славу. Он, так, знаете, не особо торопился, типа, хотя, знаешь, вдруг, что? Всегда торопись, когда я зову. Короче. Он такой приходит... Всегда торопись-ка. Всегда торопись-ка. Он такой приходит, и я говорю, у меня что-то с ушами. Ты же тоже слышал в тот раз, да? Я тоже слышал. Он говорит, да, у меня что... А, короче, прикол в том, что у него это тоже началось, но он подумал, типа, блин, ну, типа, ладно, может, фигня какая-то. У тебя, видимо, не так жёстко было, как у меня вот в тот раз. Не так жёстко, просто когда ты сказал, что с ушами, я рубился в PlayStation, в Cyberpunk играл. Неправда. Это было, ты говоришь про то, что вот недавно было. Я тебе говорю про то, что было в первый раз. Это было больше полугода назад. Ты у себя в комнате, в кабинете сидел. А, да, наверное. Не наверное, а точно. Короче, суть в том, что... зачем про это говорить? Вот у нас же недавно было, я про это говорю. А я сейчас говорю про первый раз. А какая разница? Ну, большая разница. Ну, Зая, это моя история, отстань. Она наша? Ты свою рассказала, я свою сейчас расскажу. Нет, не наша. Наша. С твоей стороны твоя история, с моей другая. У меня же другие ощущения, ты что, додоел, дай я доскажу. Часы херня вообще. А мне нравится тебя доставать. Открой окно. Нет. Короче. Тупой, Зая. Я тебе сейчас плюну. Короче, он пришел, и он такой говорит, типа, блин, у меня тоже что-то с ушами. Суть в том, что он подумал, что какая-то фигня, типа, сейчас пройдет, или еще что-то ему показалось. И когда я ему сказала, что у меня что-то с ушами, он подумал, что, блин, дичь какая-то, походу, не я один это слышу. И поэтому он, короче, еще пришел, и такой, типа, че? У меня тоже. И мы, короче, сидели в шоке. Потом долго такой фигни не было, ни у меня, ни у него. И, уже спал. У меня опять была вот эта фигня в ушах. Я ему на следующий день говорю, зая, пришельцы прилетали. Он говорит, че? Ты че несешь? Он подумал, что я просто с ума зашла. мало ли, Так, я все-таки открою окно, потому что я уже не могу. Короче, он подумал, что я схожу с ума. И я ему рассказываю, что сижу, я вчера снимала летсплей, и вдруг пришельцы прилетают. знаешь? Говорю, опять эта фигня была в ушах. И потом, вот вчера, как раз, тоже эта фигня была, и у него тоже в ушах. Но уже не так жестко, но тоже неприятно. Нет, было неприятно, да. Короче, ладно, давайте дальше. Там была, ну, вы видели, я вам снимала немножко. Теперь у меня есть фоточка, типа, я такая Гарри Поттер. Типа, сейчас открою дверь. Он не закрывается. О, Виолетта. Ви-Омлет. Ви-Омлетта. Я сказала, что тебя зовут Виолетта. Ви-Омлет. Что, го? Надеюсь, они не знают перевод моей шапки. На улице дождь, конечно же. Англия. Так тупо ходить в такой шапке в Лондоне, да? И не знать перевода. Не, ну, знал, наверное, что-то. Так тупо ходить в такой шапке в Лондоне, учиться в школе по английскому и не знать перевода своей шапки. Мне кажется, я так часто. Вообще, не знаю, мне говорят, ты знаешь, что там в футболке написано? Нет, а чё? Да, и ты не одна такая. Да. Да, это беда всех современных тинейджеров. Тинейджеров. Мин, опять, это я для себя, чтобы запомнить, как называется этот соус, потому что я постоянно прошу, чтобы мне его показали. Вот видите, здесь подносит стоит? Туда кладут, например, чизбургер или чё-нибудь ещё, и здесь его упаковывают. Офигеть, технология. Сейчас пойдём возьмём сами себе всё, что нам надо. Это трубочки, столпетки. Выхожу из магазина и Милет тут такая говорит, пожалуйста, пойдём в Макдональдс. Она такая, я так хочу попробовать чизбургер. Я его никогда не ела. У меня такой... Это к тому, что, скорее всего, я и сказала, блин, пошли в Макдональдс, пожалуйста. Я такая, тема, прикиньте, говорит, пошли. Я такая, ну пойдём. Типа, ладно. Я говорю, блин, ну ладно, хорошо, раз ты, ты уверена, что ты очень сильно хочешь? Он говорит, да, да, я даже по дороге буду ездить. Я говорю, блин, ну ладно, несу её колу, значит, она себе два заказа сделала. Всё? Всё, продолжение следует. Думаю, на этом можно заканчивать. Ну да, очень грустно. Было интересно, было очень познавательно, мы посмотрели на мост в Лондоне, мы посмотрели на старый замок, мы посмотрели на короны, которые мы не видели. О, следующая серия, блин, мои любимые. Ну блин. Класс, зоопарк, да? Да, там как раз они отложили яйца в моей мозге. Ну ладно. Отлично. Ребята, зуб, как-то он это показывает. Даю. И сейчас, прикинь, винир отлетает. Ну не, не, слишком крепко держится. Короче, если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, оно вообще по вашему желанию, по вашему хотению, видите, вам не нравятся летсплеи, снимаю реакции, выставляю влоги, вот всё, что вы хотите, всё для вас, мои хорошие. Пяточки ваши, целую. Короче, пишите в комментариях, что хотите продолжения, пишите в комментариях, как вам этот выпуск, как вам наши размышления вообще не по теме этих видосов. Мне кажется, мы половину выпуска просто болтали. Но во влогах почему-то мы не поднимаем такие темы, хотя это чисто вот для влогов. Поднимаем иногда, по всякому разному бывает. Спасибо за просмотр, да, переходите на мой канал, смотрите новую реакцию на моём канале, увидимся в следующем видео. Да, всех любим, целым, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok зато видно, все взянуто достал. О, Ючка покакала. Ой, видно. Зачет ее? Как так стало? Потому что сейчас потело, зануто, что? Че?